Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ну что же, всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. И, как я понимаю, сегодня тема достаточно интересная, может быть, даже с долей некоторой пикантности, потому что мы будем искать связь между кишечником, тревогой и депрессией. Сейчас люди заняты, погружены в тему войны. И это, наверное, глобальная и у всех увлекающая тема. Но есть такие незаметные маленькие войны, когда человек находится в состоянии войны с собственным телом, неожиданно в него погружается. Почему я взял эту тему сегодня? Она очень такая практичная и часто встречающаяся, но при этом не так часто распознающаяся. Как это всё выглядит? Человек обычно достаточно такого тревожного характера, занят решением разнообразных проблем. И в какой-то момент, то есть даже некая предрасположенность, и он начинает беспокоить собственный живот. То там какие-то вздутия, то что-то начинает бурлить, то запоры, то вдруг диарея и так далее, и так далее. И это начинается с такой нестабильности. И вроде бы ничего страшного, ну, съел не то или ещё что-то. Но постепенно эта нестабильность становится постоянной. Постоянной и нарастающей. И человек незаметно сам для себя начинает быть всё больше поглощённым отношениями с собственным кишечником. То есть начинаются размышления. Может, стоит лишний раз сходить в туалет. Вот. Мало ли что. А вдруг потом не будет времени. А вдруг потом будет бурлить живот, или будет пучить. Это как-то неудобно. Люди вокруг обратят внимание. И по мере нарастания этих тревог всё так же нарастает та самая симптоматика. В какой-то момент человек расстраивается, начинает ходить к врачам. Естественно, он приходит к семейному врачу, а тот перенаправляет, какое-то время полечив самостоятельно, каким-то общим принятым стандартам, перенаправляет его к гастроэнтерологу, специалисту по пищеварительному тракту. Гастроэнтеролог человека, естественно, отправляет на всяческие обследования. И на обследованиях никакого органического поражения. То есть, если что-то не так с кишечником или с желудком, никто не находит. Тогда начинает понимать, что это так называемое функциональное расстройство. То есть, нарушена функция, а структура не пострадала. И вроде всё звучит как раз безобидно. Потому что есть какие-нибудь проблемы, действительно, в стенке кишечника. Это требует операции или ещё что-то. Тут вроде бы всё не так страшно. И появился даже такой отдельный диагноз – синдром раздражённого кишечника. То есть, кишечник чем-то раздражён, он дисфункционален, он работает хаотично, он вызывает неприятные ощущения. И человека начинают лечить самыми разными способами. Пробиотики, добавки, какие-то подобные вещи. И это продолжает не помогать. Что происходит дальше? Закручивается такая, такой замкнутый порочный круг возникает. То есть, человек бесконечно переживает за работу своего кишечника. И живот продолжает бурлить, работать не по часам, что называется. Возникают какие-то загадочные, частые позывы сходить в туалет, которые чаще всего ничем не заканчиваются. Но снова и снова. Эта тревога и кишечная симптоматика усиливают друг друга. И в какой-то момент возникает следующий уровень проблемы совершенно иной. Человек начинает бояться выходить из дома. Возникает страх. А вдруг я сейчас поеду в троллейбусе или в машине на работу, а по пути мне захочется в туалет, а некуда. И вдруг у меня будет случиться какое-то недержание, и я опозорюсь, и как же так. И в этот момент возникает ситуация, схожая с людьми, страдающими паническими атаками. Мне может стать внезапно где-то плохо, поэтому лучше лишний раз не выходить из дома. С той разницей, что, может быть, даже хуже для людей с раздраженным кишечником, то у человека панические атаки, он боится входить из дома один. В сопровождении... Ему легче. Ему легче, ему не так страшно, у меня начнется паника, мне кто-то поможет, вызовет врача или довезет меня до дома и так далее. А тут у человека добавляется такой, даже симптомом не назовешь, как стыд. Об этом стыдно говорить. Кто-то будет рядом, мне будет так плохо. Он мне ещё никто не поможет, ещё и перед ним будет неловко. И возникают всё боли и более затягивающие расстройства, что такая невротизация этого состояния. То есть кто-то к этому относится, вот как вы даже сказали, пикантная тема. Кто-то к этому относится, ну да, ха-ха, вот как у человека бывает странно с животом. пикантная тема. Она не пикантная, она невероятно грустная, потому что человек перестаёт выходить из дома. Человек начинает передвигаться до какого-то рабочего места, знаете, как на передовой, короткими перебежками. Всё надо знать, что где-то рядом можно сходить в туалет. ему нужна гарантированная дорога, чтобы не было никаких задержек по пути. Если он едет в троллейбусе или в трамвай, он должен знать, что где-то по пути есть общественный туалет или какой-нибудь кафе, что можно выбежать и заскочить. Есть и более сложные случаи. Ну, вот, например, это грустно звучит, но у меня был пациент, который достаточно в взрослом возрасте не имел опыта сексуальных отношений с девушками, потому что было тревожно и стыдно ходить на свидание. А вдруг мне захочется в туалет, а иногда, когда заходите позывы, надо бегать несколько раз, и что же обо мне подумают девушки, если я буду сидеть на свидание и всё время ходить в туалет. То есть лучше не ходить. То есть возникает этот момент всё больших и больших ограничений себя. И связей социальных, получается. – Естественно, они тоже все нарушаются. То есть выбираться куда-то с друзьями тоже не очень ловко. Выбираться на свидание – нет. Пойти на концерт или в кино, не дай бог, что, как же я буду среди зрителей пробиваться в туалет, а вдруг там будет занято. И так далее, и так далее. Вроде бы начинаются предельные ограничения жизни. Кроме того, таких людей естественно часто посещают мысль. Если это не проходит, становится только хуже, хуже и хуже, может, врачи что-то не нашли. Может, есть какая-то всё-таки тяжёлая болезнь, которую не могут найти. Есть такая сложная, не самая приятная процедура – колоноскопия, когда людям вводят зонд в кишечник и исследуют его стенки. Это обычно делается под наркозом. Но вот такие люди могут сделать эти процедуры частыми. потому что они снова и снова пытаются понять, что же с ними не так. Им трудно принять для себя, что это как-то связано с их психикой. Потому что, ну, почему здесь психика, когда у меня живот был? Всё же очевидно. У тебя ощущения в животе обычно странные и такие трудноописываемые. То есть, это не просто дует живот, а что-то такое вот загадочное. Вообще, очень часто, что характерно для психосоматических жалоб, это странные плохоописываемые состояния. Это не просто у меня болит живот. Это что-то всегда описывается в необычных выражениях этим описанием посвящается очень много времени, такие детали, в них глубокое погружение. Рано или поздно кто-то догадывается послать такого человека психиатру. И первая реакция обычно отказаться. Причём здесь психиатр? Сказать, что я болен психически, это же понятно. Вот мой живот, вот мои позывы в туалет, вот мои боли, вот мои вздутия и тому подобные вещи. Кстати, уже этот синдром раздражённого кишечника, который существует как отдельная категория, в его лечении, в плане лечения включены антидепрессанты уже достаточно давно. Как мы понимаем, если физическое расстройство лечится с помощью антидепрессантов, ну, значит, даже соматическая медицина признаёт роль психики в этом процессе. Что происходит с таким человеком дальше? Человек по неволе выстраивает свою жизнь так, чтобы ему нужно было поменьше выходить из дома и поменьше общаться с людьми. Самым близким, наверное, он может рассказать, вот есть такая проблема, что я встревожен и самые близкие навещают его дома или общаются по телефону или ещё что-то, но количество людей вокруг него постепенно уменьшается. Беда ещё и в том, что многие тревожные люди, склонные к этой мнительности, к фиксации в своём здоровье постепенно эта симптоматика, эти страдания занимают всё больше места в их разговорах. То есть, человек постоянно поглощён. Ну, представьте себе, что любой из нас в течение дня большую часть дня тревожно вслушивается в деятельность в свой кишечник. Это становится его жизнью, становится наполнением его жизни, и человек искренне думает только об этом, потому что от того, сходил он в туалет, в туалет, зависит весь его день. Естественно, начинает обсуждать с самыми близкими тоже. И даже очень любящим близким это рано или поздно надоедает. Потому что слушать по многу раз про одни и те же симптомы, наверное, тем больше ты же не врач, ты не можешь на это повлиять. Остается тяжело. И близко давать ему советы. А какие советы обычно дают обычные люди? Не бери это в голову. Постарайся понять, что все это только в голове, не надо бояться. Ну, если бы все можно было вылечить советами, проблем бы не существовало. это это о симптомах. Теперь о том, каких людей это обычно поражает. мы в принципе подводим к тому, что это все-таки имеет какие-то психические причины, психологические причины, а не физические с этими людьми. и вот каким образом какие люди подвержены? Смотрите, психически безусловно. Я все-таки думаю, что люди, у которых у всех у нас есть свои особенности работы кишечника. У кого-то чаще бывают боли в животе, у кого-то реже. Есть люди, которые вообще толком не знают, что это такое. у кого-то кишечник чувствительный более или менее, у кого-то реакция на еду определенно, на что, еще на что-то бывает более сильная или менее. Это все, что у нас в пределах нормы и не поглощает человека с головой. Но все-таки по моему наблюдению люди, у которых это происходит, у них кишечник чуть-чуть более чувствительный, чуть-чуть более активен, чем у в среднем, чем в среднем у людей. Но это никогда не бывает особой проблемой. Но какими еще являются люди, которые этим страдают? Это практически всегда люди, склонные к тревоге. И люди, склонные к тревоге с раннего детства. Достаточно педантичные, достаточно ответственные, о многом переживающие. Это люди обычно мнительные, потому что что такое мнительность? Это тревога, направленная на свое здоровье. И вот как покажет дальнейшее течение проблем с кишечником, здесь для мнительности прекрасное поле, на котором оно возрастает с дикой скоростью. очень часто, это как при многих видах психосоматики, это люди, которые привыкли по каким-то причинам собственные желания куда-то прятать, не очень не вслушиваться и искать какое-то объяснение, почему бы стоило проигнорировать себя. Ну вот один из моих пациентов от детства подросткового и достаточно взрослого возраста был вынужден со своей семьей постоянно ездить. Есть такая классическая уходящая в прошлой крайней истории, есть дача, огород и на него надо ездить. Ну и надо ездить, надо работать, надо помогать родителям. То есть родители, бабушки, те, что из них огород это просто часть традиции, в которой они выросли. И это нарушено летом приехать в свой выходной день и вместо отдыха полоть, поливать и так далее, и так далее. То есть дел бесконечное количество. И во многих семьях ребенок считается обязательной частью. Во-первых, полезно быть на свежем воздухе, есть такая теория, то есть даром, что приятно играть ребенку, а не копаться в грядках, но полезно. Во-вторых, надо же помогать семье, это хорошая традиция. Ну и в-третьих, как же ты можешь терпеть, что бабушка с мамой будут горбатиться на грядках, а ты будешь отдыхать. Это же нечестно, ты же тоже должен нам помогать. часто это вызывает протест. Высказаны, не высказаны. Есть семьи, где протест не очень слышатся. То есть, есть семьи, где ребенком очень быстро привыкают управлять с помощью чувства стыда, вины и так далее. то есть, объяснить ребенку, как же так, как тебе не стыдно, очень легко. Есть дети, которые протестуют и воюют, есть дети, которые находят себе направдание. И мой пациент достаточно дозрелого возраста ездил на этот самый огород и находился на какое-то объяснение. Ну, с другой стороны, это же природа, свежий воздух, говорил такой деланной бодростью в голосе, полезно и хорошо. И, кстати, в итоге вот эти самые расстройства кишечника стали для него индульгенцией, чтобы перестать ездить на огород наконец. То есть, какой огород, мне одному-то отъехать страшно. То есть, в какой-то степени это тоже взаимосвязано. Взаимосвязано. То есть, в общем-то, знаете, как говорят, что такое психосоматика? Когда человек не в состоянии осознавать свои эмоции, когда человек не в состоянии их прочувствовать, продумать, даже как-то отреагировать, высказать. я себя чувствую так-то, задумываться, что я так чувствую, как-то пойти в размышлениях, каково же мне, от эмоций проще отвлечься, какую-нибудь полезную деятельность, дискуссии в интернете и тому подобные вещи, когда эмоции не в состоянии достучаться через осознание и начинают стучаться через тело. То, что называется соматизируется. То есть соматизация жалоб вместо жалоб на тревогу, на страх это значит жаловаться то, что у меня колет сердце или что в данном случае у меня большие проблемы с кишечником. Так вот это тревожные и ответственные люди. Это люди, которые каким-то образом их связи с родителями тоже носили достаточно невротичный характер. Есть родители, все это помнят, которые почему-то всегда были одержимы тем, что ребенка надо вовремя посадить на горшок. И ребенок, который срывается с горшка не хочет сидеть, его ловят, возвращают, говорят посиди еще. Посиди еще. И вроде бы пустяк, но для некоторых людей такая бессознательно закладывающаяся традиция. Должен посидеть на горшке сходить в туалет, чтобы все вокруг успокоились и оставили тебя наконец спокойно заниматься своими делами. Есть даже такая небезынтересная, мне кажется, теория, что ребенок, который ребенка обычно же хвалят маленького. Молодец, сходил на горшочек, умница, какой хороший. И он понимает, что сходить на горшочек это хорошо и правильно значит порадовать маму. Есть такая теория, что дети с расстройствами кишечника или с запорами и так далее, это дети, которые почему-то не хотят радовать маму. Есть такой внутренний конфликт, который я не могу сказать оставить меня в покое, но я могу сходить на горшок так, чтобы это не понравится. Например, сколько я видел людей с этими проблемами кишечника обычно это люди с достаточно негармоничными отношениями в ближнем кругу, в ближнем семейном кругу. Не то, что это скандалы, войны и так далее, это люди более-таки отгороженные, они не очень привыкли делиться в своей семье своими переживаниями. Это люди, которые не зря же этот кишечник их ограничивает от множества поступков, путешествий и так далее, просто поездок. это люди, которые не очень привыкли настаивать на своих потребностях. Им трудно говорить нет, им трудно говорить я так хочу, я так не хочу. Очень часто, когда такие люди начинают описывать свои отношения в жизни, не только касающиеся здоровья кишечника, у них есть такая двойственная говорит, они говорят, да, но с другой стороны, они редко говорят, да, но не совсем, но нет, но может быть и по-другому, не соглушен. Вот даже здесь видны такие перепады в как бы сказать, в отстаивании своего мнения. Оно, скорее всего, будет негативным, оно, скорее всего, будет двигаться в сторону отказа от чего бы то ни было. Да, и вот это мне кажется находит прекрасное выражение, когда наконец-то все эти переживания сосредоточены в области живота, кишечника, чистоты стула и тому подобных вещей. А в каком возрасте обычно начинаются эти проблемы? Ну, то есть, вот если мы видим, что заложено это в детстве, а когда начинает проявляться? По статистике синдрома сдраженного кишечника чаще всего где-то в интервале от 20 до 45 лет. Говорят, что больше у женщин, но среди моих пациентов так уж было больше мужчин с этим синдромом. Я думаю, что это тот возраст, когда все эти проблемы и переживания достигают максимального уровня. А 20-45, что это за возраст? Это возраст таких вызовов. Ты в жизни чего-то в этом должен добиваться. образование, работа, выстраивание отношений и тому подобные вещи. Это тоже, в общем-то, для людей с сильной тревогой и мнительностью тяжелый вызов. Неуверенность в себе. Вот мне кажется, что вот этот синдром является прекрасным уходом от решения всех этих проблем. то есть мне становится не до отношений, не до карьеры, не до чего бы то ни было. Все мои мысли, все мои ощущения поглощены борьбой вот с этим животом. Какая карьера, как ты можешь выйти из дома. Какие отношения, какая романтика, да, тем всем страшно, что ты не добежишь до туалета. То есть все это отсекается и вот все эти вызовы отсекаются тоже. И в итоге происходит такая инвалидизация. Потому что ну что такое, как сейчас говорят, раньше говорили инвалид, сейчас говорят человек с ограниченными возможностями. И это именно то, что происходит с этими людьми. Они ограничивают свои возможности для начала этих жалоб, а потом они сами опасаются, что не дай бог, что они ограничивают свои возможности в самых разных сферах профессиональных. Ну, есть люди, у которых профессия, допустим, IT, позволяют им работать из дома, сидя за компьютером. Ну, кассир, водитель, не знаю, троллейбуса. Очень много людей. Это очень сложно. Люди, работающие с людьми напрямую и люди, которые, их работа требует перемещения, это очень тяжело. Поэтому таким людям сложно. они ограничивают шансы попасть в неловкую ситуацию, но вместе с этим не ограничивают и возможности. То есть возможность попасть в неловкую ситуацию, это выбор у нас. Вот я куда-то еду, может потянет в туалет, может не потянет. И обычного человека, он, скажем, сделает выбор, скажем, что у него не какой-нибудь кишечный вирус или отравление, он делает выбор в сторону поехать и по пути, не знаю, зайти в туалет или еще что-то. Человек, который настолько напуган тем, что с ним происходит, скорее сделает выбор не поехать или даже если он поедет, он перед поездкой зайдет в туалет несколько раз, каждый раз будет ощущение, что вдруг не до конца, вдруг я что-то упустил и меня потянет в дороге, куда же я денусь. То есть ограничение возможностей и ограничение сопряжено с ограничением шансов попасть в неловкую ситуацию. Мы знаем старую фразу «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Здесь ровно то же самое. Не попадает в неловкую ситуацию, тот ничего, который вообще не попадает ни в какие ситуации. Избегает любых ситуаций, когда человек поглощен борьбой со своим кишечником, борьбой с симптомами, он не может не ощущать, что его жизнь крайне ограничена. Он не может не ощущать, что его нет близости, у него нет отношений, у него нет масок, кругом кто-то путешествует. Поскольку все люди, сидящие дома, сидят в соцсетях, в интернете, они видят, где-то там у кого-то бурлит жизнь. Пусть даже зачастую слишком приукрашенная и так далее, но тем не менее. И возникает депрессивное состояние, возникает депрессия, возникает безрадостность, тоска, или усиливается постоянная тревога. То есть в итоге человек, как ни странно, от бурления в животе и каких-то нерегулярных позывов к походу в туалет приходит к депрессиям и предельно бедной жизни. Но неужели это вот как бы такой диагноз, который невозможно вылечить? Вылечить возможно, да, но лечение начинается, как я уже сказал, начинается с походов по гастроэнтерологам. И гастроэнтерологи, наконец, кто-то, они искренне и честно стараются лечить всем своим арсеналом. И особого успеха в этом обычно не добиваются. То есть кто-то догадывает послать человека к психиатру. И здесь, по моему глубокому убеждению, нужна комбинация медикаментозного лечения и комбинация психотерапии. Медикаментозное лечение, что человек пришел, у него уже есть тревога, у него есть определенная одержимость этими симптомами, это становится навязчивостью, то есть походы в туалет превращаются в некий ритуал, которому надо придерживаться. И страх и тревога это часть жизни постоянной. И с этим, к сожалению, без медикаментов справиться невозможно. Здесь подбираются обычно антидепрессанты из разных классов, здесь на каких-то этапах подбирается что-то иногда из легких нейролептиков, электронкулизаторов, тому подобных вещей. И да, это помогает убрать тревогу, убрать депрессию и значительно снизить количество этих походов в туалет и размышлений об этом. Но без психотерапии нет работы с корнем проблемы, нет работы с тем складом личности, который к этому приводит. Нет понимания, откуда пришла эта тревожность, нет понимания, откуда что за семейный сценарий, что за отношения в семье, которые тоже выработали это состояние, в какой момент это началось рано, или в какой-то момент тревога достигла такого уровня, такой степени, что когда начались некие расстройства кишечника, тревога нашлась вот такой канал, куда можно себя целиком направить и объяснить, почему в этой тревоге. Поэтому психотерапия для работы с этим необходима. Что еще, мне кажется, является важным в этих ситуациях, это как ни странно банальные физические нагрузки, какой-то регулярный спорт. Почему? Потому что при этом расстройстве, как мы понимаем, голова и тело находятся в полном разладе. Тело вышло из доверия. Человек своему телу перестает доверять, потому что оно все время подводит. Оно все время вызывает какие-то позывы в туалет. И, кстати, когда тревога и депрессия начинают набирать обороты, мысли о патрие сходить в туалет вызывают сердцебиение, учащенное, потливость, могут дрожать руки. То есть масса симптомов. тело становится постоянным источником чего-то негативного. Тело становится поводом для страха. А что происходит, когда человек занимается спортом? Это же не секрет, давно уже есть исследование, что даже люди, болеющие депрессиями, тревожными расстройствами, когда начинают регулярные занятия спортом иногда удается снизить дозу антидепрессантов, иногда в принципе намного улучшается самочувствие. То есть когда человек начинает заниматься регулярно спортом, видит, что у него прирастает выносливость, силовые, видит, что его тело способно не только страдать, а способствуется более сильным, более быстрым, более координированным и так далее, возникает та самая важная вещь восстанавливается доверие к своему телу. То есть голова, сознание и тело снова начинают быть единой структурой, исчезает конфликт между ними. человеку всегда ему не так страшно выходить, а поехать в зал, а вдруг в зале мне будет хотеться в туалет, а вдруг туалет будет занят, и опять мне будет неловко, все увидят, что я салют несколько раз, что обо мне подумают, и так далее, и так далее. То есть обычно таких людей убедить пойти заниматься спортом отдельная работа, но, как показывает практика, никто из тех, кто согласился заняться спортом, не жалеет об этом, потому что делает хороший вклад в их самочувствие. тут речь идет о каком-то конкретном виде спорта, или просто физические упражнения в обычном спортивном зале, то есть там... Любой вид спорта. Ну, наверное, давайте будем реалистами, когда человеку страшно, нужно отправиться заниматься футболом, будет странно. Это командный вид спорта, он не может посередине матча только сказать, простите меня в туалет и оставить свою команду в меньшинстве. Это вряд ли. А так, я думаю, что это может быть все, что угодно. Обычно я, кстати, большой поклонник обычных тренажерных залов. Это достаточно понятная нагрузка, есть масса наработок, есть возможность работать под присмотром тренера. В зале никто на тебя не обращает внимания, кроме тренера. Таким людям, обычно, кажется тревожным и неуверенным все людям, что я приду в зал, все будут меня смотреть. Я слишком толстый, я слишком худой, я бегаю в туалет постоянно. Они приходят в зал, они вдруг понимают, что никуда у них нет дел. Все пришли заниматься собой и в зале собираются несплошные топ-модели и мистеры Олимпия. Обычные люди. Но кому-то тренажерный зал, кому-то йога, кому-то пилатес, кому-то тайдзы, кому-то еще каких-то, кому-то просто бег в конце концов. Не важно. Я думаю, что это как раз не важно. Я думаю, что главное, когда человек начинает тренироваться и достигает какой-то гармонии с телом, и в общем-то регулярные тренировки стабилизируют. И гормональный уровень, эндорфины выделяются после тренировки во время нормальной нагрузки. Так что любое регулярное занятие спортом полезно. Есть такие подводные камни. Среди таких людей часто встречаются перфекционисты, которые жаждут все делать по максимуму. Чуть нечет заниматься спортом на износ. И это, естественно, тоже не идет на пользу. Поэтому, нам пора заканчивать. Резюмируя нашу передачу, если кого-то из вас, ваших знакомых, уважаемые слушатели, есть подобные симптомы, те, о которых мы говорили, чрезмерная одержимость своим кишечником и его работой, ограничение социальных контактов, при том, что обследование не находит никаких заболеваний, не пожалейте времени, не бойтесь, вас превратно поймут, обратитесь к квалифицированному специалисту в области психического здоровья, или психиатру, или психиатру, лучше тем и другим, и это потребует времени, подбора лекарств, работы, но в итоге ваше состояние качественно улучшится. Ну что же, спасибо большое, Резник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт, до следующего понедельника. Всего доброго. Слушайте радио Болтком.